Древняя история, овеянная легендами, огромная территория, разнообразный рельеф. Сюда год за годом можно приезжать и не увидеть и сотые части сокровищ Индии. Причем среди знаковых ее достопримечательностей сферы вкусовых пристрастий далеко не только чай. И это понятно. Карри, ласи, гарам масала можно много назвать и, так скажем, интересных индийских направлений, получивших развитие в мировой кухне. Но и сегодня у нас все не менее острые пряны. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, черный перец стал привычной специей, согласитесь, приметой столовского интерьера. А как же на каждом столе перец, соль, горчица? И, наверное, специи не самые интересные. А это обидно, ведь он, черный перец, король пряностей. Родина черного перца, Индия, конкретнее область на ее юго-западном побережье. Малабар, ныне штат Кирала, ранее называвшийся Малихабар, что в переводе означает «земля перца». Первыми на Ближнем Востоке о малабарской ягоде узнали перцы и арабы, и тянулись древние караваны с черным золотом от малабарского побережья по торговым путям через Персидский залив в Аравию, через Красное море в Египет. Однако после того, как Римская империя покорила Египет, римские корабли сами стали плавать за перцем. И он буквально восторжествовал, став и самым ходовым товаром, и разбенной монетой, и самой популярной пряностью. Но империя пала, рынок пряностей опять оказался за перцем и арабами. Ах да, Венеция с Геной еще отметились в этой торговле. И пусть любовь к королю специй к средним векам уже и в изображении на гербах знатных родов вылилась, это еще раз подчеркивает, скромные черные горошины стоили очень дорого. Богатых людей называли мешками с перцем. Перечная дорогоизна не давала покоя мошенникам. Существовала смесь под названием «Ла Рошель», что-то там из можжевельника и кориандра. Ее выдавали за черный перец, а в наказание за такие подделки только представьте себе, к примеру, в Германии закапывали живьем. И как после этого приправлять перцем какой-нибудь суп или салат равнодушно, спокойно и без внутреннего трепета? Ну, как, возможно, скажете вы, как всегда. И я, возможно, с этим соглашусь. Однако намекну, это далеко не вся история скромной пряности. Согласитесь же, интересно. Ну, а сейчас самое время поперчить салат, что мы и сделали с удовольствием. Ну, и, наверное, попробовать тоже. Салат с яблоком, томатами и сырным соусом. Выложить на тарелку салатный микс, сверху распределить кусочки яблока и помидоры черри. Залить соусом из голубого сыра, взбитого с натуральным йогуртом, с добавлением рубленого зеленого лука. И все хорошенько поперчить. Причем слово «хорошенько» пугаться не стоит. Основное кулинарное свойство черного перца – не только добавлять в блюдо мастроты и пикантности, но и раскрывать, подчеркивать вкус каждого конкретного ингредиента. Вот на этом давайте и остановимся сегодня, а завтра приготовим еще что-нибудь эдакое с черным перцем. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!